Открытие второго этапа Олимпиады мы-гагаринцы началось с торжественного построения и выноса флага. Участников поприветствовали символы Олимпийских игр в Сочи. Они вместе с детьми провели разминку перед началом соревнований. ПЕСНЯ Будучих чемпионов нужно готовить уже в детском саду. Так считают организаторы соревнований. Первый этап республиканской спартакиады стартовал в начале года. В конце января состоялся конкурс рисунков. Продолжилось мероприятие в Центре детского творчества, где дошкольники соревновались в направлении физической культуры. Внимание! Приготовились! Марш! ПЕСНЯ Сегодня в нашем городе проходит Олимпиада. Мы-гагаринцы. Первый этап у нас проходил в детском саду. Это все ребята наши победители в детских садах. Второй этап у нас городской. Это получается у нас патриотический проект. Мы-гагаринцы. Он проходит каждый год. У нас есть вообще этапы, которые проходят в школе для школьников и есть для дошкольников. В Олимпиаде приняли участие победители внутренних соревнований. По два лучших спортсмена с 19 детских садов города соревновались в четырех видах упражнения, которые проверяют детскую выносливость, силу, ловкость и быстроту. Четыре вида упражнения выбраны республикой для того, чтобы посмотреть на уровень подготовки наших детей. Это метание мяча, удержание равновесия на одной ноге, пресс и бег, челночный бег. Чтобы выполнить эти упражнения как можно лучше, педагоги начали заниматься с детьми еще сентября. По словам организаторов городской Олимпиады, дошкольники подошли к соревнованиям в хорошей физической форме. Подготовка идет не одним днем. С сентября месяца мы на уроках, на занятиях физкультуры ребятишек отсматриваем, смотрим, чьи параметры детей дают наилучшие показатели. И с этими детьми ведется уже полномерная работа. Сначала с родителями, что ребенка мы выставляем на город. И потом уже полномерно идет работа с детьми. В течение двух часов дети боролись за победу. Показать высокие результаты помогала и поддержка близких. Так, например, отец Иван Тимонин пришел поддержать своего сына. Он отметил, что такие мероприятия пойдут детям только на пользу. Соревнования нужны для развития общего статуса. У меня сам сын занимается уже в аэробике на протяжении полугода. Завоевали первые и вторые места. Поэтому мы только за такие мероприятия каждый раз откликаемся, отзываемся на эти мероприятия. Все запланированные упражнения выполнены. Теперь осталось подвести итоги. Но на момент написания сюжета организаторы только начали почитывать результаты. Продолжение следует...